Карла Маркса 92 Центр города Самые дешевые цены на бытовую технику Вот так вот Кто-то удивился Ну а что делать? Если в большинстве случаев вы деньги просто переплачиваете Давайте их экономить И сегодня мы не будем мочить конкурентов Хотя конкуренты, которые располагаются рядом Их уже немножко поддергивают Потому что здесь пошло дело Ну что ж, не надо было мне на голову гадить И сегодня мы замочим банки И крупные сетевые маркеты И расскажем вам из чего там Собирается цена вопроса То есть цена вашего товара Да потому что ложь на каждом углу задолбала Везде скидки 30-50% Умалчивают правда, что это скидки от накрутки Потому что в убыток себе в России Ничего не распродается А вы купились и попали на немаленькие Дополнительные затраты, прописанные мелким шрифтом В модуле такого нет Так давайте поговорим о том На чем вы не зарабатываете Вы не зарабатываете на доставке Но вот люди частенько берут сетевиков В пример У них там ассортимент огромный Я даже не знаю, зачем там такой ассортимент Приехала машина Доставочка Выгрузили у подъезда А дальше другие денежки Ну это естественно В больших сетях-то так и делают Пожалуйста, до дверей до подъезда бесплатно А потом-то 150 рублей минимум Этаж идет А есть техника, которая не входит в лифт То вообще пешком надо идти Хоть на девятый этаж нести В любом случае То есть это вы считаете Уже отдали дополнительные тысячу с лишним рублей А у кого-то и доставка платная И до подъезда То есть 250, 300, 350, 400 рублей Тут вне зависимости от того Далеко или близко подъезд находится Вы отдали деньги У нас такого нет абсолютно Не вошел холодильник конкретно в лифт ваш Есть лифты, которые маленькие А есть которые доделанные Что туда техника не входит Мы поднимаем полностью бесплатно Без этажа хоть девятый Хоть пятый этаж Хоть первый этаж будет Поднимаем конкретно в квартиру и бесплатно То есть вы экономите на этом Ну минимум 500 рублей Даже если вы проживаете на первом этаже То есть там грузчики выгрузят Около подъезда и бросят Забирайте Либо 150 рублей Хоть вы на первом этаже Мы еще видим Вот эти ваши фирменные шильлики Три года гарантий от производителя Холодильники сейчас работают долго Но торговые сети говорят Что у вас есть год гарантии А еще два вы можете купить Вы продаете эти два года? Эти два года зачем их покупать Если они от производителя изначально заложены И идут уже в цене То есть вот эти дополнительные гарантии На два, на три года Не имеют вообще никакого смысла Вот там оправдывается гарантия На то, что разобьется полочка Да никто вам ее не купит И не вставит новую туда За те деньги, которые вы дополнительно отдали То есть тут просто, грубо говоря Идет лишняя наработка денег Этой федеральной сетью Вы вообще ранее могли предположить Чтоб продавец рассказывал правду И экономил вам деньги А вот он правильный принцип работы Учитывая то, что в модуле цены И так самые низкие в городе Так нет, оказывается еще и нет поборов И мы только что узнали Как сэкономить 2000 рублей на покупки Что будет дальше? Я внимательно просканировал ваши цены Ну и дырки вот в этом ряду Говорят о том, что ваш товар получается Доступен В смысле, его можно купить За одну среднюю зарплату Вот так получается? Ну и легко можно подобрать под зарплату У кого-то средняя зарплата и 5000 рублей А у кого-то и 50 тысяч рублей Ну в любом случае Под любую зарплату Можно подобрать любой товар Хотите подешевле стиралочку Хотите подороже Тем более есть кредиты сейчас дешевые Реально дешевые С процентной ставочкой до 30% годовых А у кого-то и 70% Не будем называть конкретные банки У кого-то переплата и в 10% Если просто пересчитать У кого-то и 30-40% То есть за год, к примеру, 1035 взять в кредит Можно переплатить в одном банке, допустим, 6000 рублей А в каком-то 12000 рублей То есть тут нужно думать, гадать У вас есть тот самый продукт, который мы сейчас посмотрели Вы вычли все свои выгоды Оставили просто выгоду покупателю И получается, что процент 15% с небольшим получился? Ну получилось там, конечно, не 15% 12% получилось, но мы убрали все Допустим, те выгоды, которые, по идее, должен получать магазин При оформлении кредита Нам этих лишних, в принципе, денег не особо-то и надо Лишь бы покупателю понравилась, допустим, та же цена Те же условия по кредитованию Тем более получить можно легко У нас практически, не на карте, конечно 80% покупателей проходит с положительными ответами То есть давайте определимся Девушка с обойным молотком, это вот было в прошлом Сейчас девушка с кредитным калькулятором И девушка с кредитным калькулятором, получается С каждого кредита может заработать себе в карман до 15% Вы это не зарабатываете? Ну, во-первых, это не девушка получает А получает банк А девочка получает там процента 3 От того Ну, самой девочке выгодно именно оформить со всеми льготами Дороже покупателю То есть она не предложит вам, допустим, кредитный продукт, который дешевле для вас А предложит продукт, который выгоднее для нее От нее же складывается зарплата Оклад, допустим, и плюс процентики А проценты разные Если дешевый продукт предложил, кредитный То процент один А если предложил дорогой и невыгодный покупателю Естественно, зарабатываешь в разы больше То есть отсюда и понятно Политика всех вот этих вот кредитных менеджеров, которые сидят в магазинах Не упусти свою выгоду Ну, вы, естественно, этим не занимаетесь Зачем вам это? Я знаю, что вы, в принципе, можете заработать на товаре и 700 рублей всего Потому что достаточно? Ну, 700 рублей достаточно При условии даже, что доставка у нас бесплатна 700 рублей – это такая цена Удобная и нам, и покупателю конкретно Тем более, допустим, брать вот эти вот кредитные продукты Которые невыгодны покупателю Нам выгодно продать Мы лишний раз лучше привезем еще раз И больше привезем И больше привезем Тем более, что сейчас нет такой проблемы, что везти из Москвы надо Можно взять и в Челябинске, и в Екатеринбурге То есть доставка 2-3 дня мы продали Деньги нам поступили обратно на счет Но этот же товар привезли Буквально 2 дня его не было Привезли обратно Все, элементарно То есть нам не нужно такое, чтобы покупатель О, большие проценты, убежал в другой магазин Нам выгодно, чтобы покупатель именно у нас купил 700 рублей заработали, ну заработали Поэтому мы не гоняемся за особой большой прибылью А почему? А потому, что есть люди, для которых цель не Лексус очередной И не кормежка арендодателя, для которого цель Лексус очередной Вообще всем надо с небес спуститься Ибо еще 18 лет счастья нам не видать Это мнение правительства И про кредиты стоит забыть Потому как вот вам цены крупным планом И они совсем не кусаются То есть если очень хочется Что-то очень крутое Надо задать разумный вопрос А оно вам надо? Напрягаться с кредитами ценой до 70% Это в еврозоне кредиты по 3-4% Нам же парят, вы знаете, поскольку В модуле, не парясь, покупаете за одну половинку зарплаты Все, и телевизор в том числе Я захожу в большой сетевой маркет Это вот то же самое, что показать сейчас телефон У всех телефоны сейчас стали квадратные Или маленькие, но специфика одна Телевизоры сейчас все абсолютно на одно лицо То есть квадрат Ну не Малевича там, а там LG У вас нету телевизоров, где они? Ну телевизоров у нас нет Конкретно не выставлены А так они, получается, в огромном количестве Сохранятся у нас на складе За счет чего, допустим, не выставим их сюда? Ну, во-первых, это площади Тысячу квадратов хотя бы нам бы надо Чтобы телевизоры просто выставить Не говоря уже о другой технике Ну, во-первых, телевизоры внешне они одинаковые Объем, размер одинаковый У них разница внутри То есть начиночка, допустим Либо какие-то функции определенные Но это мы можем подобрать Тем более мы все эти функции знаем Все эти габариты мы знаем Цена более чем вас удивит Допустим, если стоит вот у нас Телевизор стоял Самсунг, допустим, 32-й диагонали Светодиодный Цена у него стояла 19 тысяч в магазине И со склада мы его вам можем отдать за 18 То есть тысячу рублей сэкономите Только из-за того, что он не стоит здесь А стоит на складе И при этом доставка в квартиру бесплатная Давайте объясним еще и то, что Мы не покупаем бутылку Кока-Колу Мы покупаем 90% рекламы В случае же с теми самыми же телевизорами Которые стоят в больших маркетах Я, честно говоря, не верю в то, что люди готовы Пожертвовать своей выгодой Везде же включена аренда У вас, получается, нет Ну, аренда, во-первых, у нас как такова отсутствует У нас магазин находится в собственности Мы платим только коммунальные платежи У нас нет такого, чтобы платить там Сколько? Ну, хотя бы 300 рублей с квадратного метра У нас просто она отсутствует У нас идет коммунальные платежи За счет этого наценочка меньше Ну, естественно, хотелось бы нам площади побольше Но за счет того, что свое, родное Наценка минимум И покупатель от этого выигрывает То есть в крупных сетях Если взять, к примеру, да, у нас идет Куда деваются вот эти вот затраты на аренду Куда девается зарплата Кучи, допустим, всяких нахлебников Там административный корпус, все остальное Которые не занимаются именно посредственно продажей Не занимаются закупочкой товара, да Допустим, какие-то там службы обслуживающие Непосредственно там дворников Еще всех остальных Кто их оплачивает? Оплачивает, как правило, их покупатель У нас такого нет У нас все включено, грубо говоря, в наш товар Но сумма расходов-то разная Либо у нас, допустим, в месяц 10 тысяч рублей, к примеру Либо в сетях по 300 тысяч рублей Чувствуете разницу? Я второй раз вам сделал подарок Теперь зритель внимательнее понимает все Да, я угорел на эфире Но вы должны понимать, кто лицом к вам повернулся И за эти 12 минут подарил вам 6 тысяч рублей Но если бы вы в раз решили купить все для дома Вот так дело красит человека А дом на Карла Маркса 92 красит красный рекламный плакат магазина «Модуль» В который вы заходите, руководствуясь принципом Наше дело правое и наша дверь правая Хотя и на крыльце их две Знаете, я все-таки сторонник семейных ценностей Мужчина не должен ходить налево, как, впрочем, и женщины И наше дело правое Так же, как и правая дверь магазина «Модуль» В деле продвижения недорогого и качественного товара С приемлемой ценой, с доступными кредитами И все это абсолютно легко реализовано в центре города На Карла Маркса 92 В магазине бытовой техники «Модуль»